День Космонавтики Больше 10 машин – массовая авария в Рязани. Поднять и утилизировать. Региональные мимприроды обязаны будут поднять со дна водоемов остатки затонувших судов. 60 лет назад Юрий Алексеевич Гагарин покинул планету Земля и стал первым космонавтом. Наш регион тесно связан с космонавтикой. И всем рязанцам знакомы такие фамилии, как Циолковский и Уткин. Память великих соотечественников решили почтить 12 апреля. Празднование Дня Космонавтики началось с возложения цветов к памятникам великих рязанцев Константину Циолковскому и Владимиру Уткину. Так горожане почтили память тех, кто внес значительный вклад в дело освоения космоса. И отметили 60-летие полета Юрия Гагарина. Сегодня было много молодежи. Это не случайно. Это значит память жива. Это значит наши студенты понимают, благодаря кому человек поднялся в космос. Ребят действительно немало. В церемонии возложения цветов участвовали несколько вузов. Представители учебных заведений и вовсе говорят, что от желающих не было отбоя. В связи с пандемией ограниченный состав. То есть не более 10 человек от вуза. Но мы... Естественно, что квота, она не отвечает же по желанию людей. То есть действительно сегодня почтить память великих деятелей наук, связанных с космосом, готовы, наверное, большая часть коллектива студенческого университета. Вклад рязанцев в покорение космоса, если не огромен, то вес имеет точно. В историю космонавтики навсегда вошли имена великого ученого-теоретика Константина Циолковского, основателя философии русского космизма Николая Федорова, создателей современного оборонно-космического комплекса нашей страны, братьев Уткиных. И начав с Федора, плавно перетекая к идеям Константина Эдуардовича Циолковского, мы подходим к тому, что эти люди были знакомы между собой, а к Циолковскому приходил юный Королев и напитался идеями уже от Константина Эдуардовича Циолковского. И вот она, цепочка опять сложилась. А Королев это что? Это уже он практик, он ракетостроитель, он посылает первого человека в космос, дату 60 лет мы отмечаем в этом году. Вот эта цепочка привела нас к Юрию Алексеевичу Гагарину. 12 апреля во многих вузах проходят научные конференции, посвященные первому полету человека в космос. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжая космическую тему, теперь ученики одной из школ региона могут побольше узнать о звездном небе. В Якимовской средней школе Рязанского района открылся настоящий планетарий. Здесь дети смогут изучать созвездия, солнечную систему и стать частью центра притяжения сразу нескольких наук. Кабинет астрономии, заинтересованные лица детей. Так началось открытие настоящего планетария. Здесь, в Якимовской школе, появилась модель небесной сферы – купол диаметром 3,5 метра. На него с помощью проекционной системы переносится вид звездного неба. Благодаря программе «Стеллариум», которая позволяет моделировать звездное небо в любой момент времени, дети могут изучить созвездия, астрономические явления, которые происходят на небе, в пределах Солнечной системы, за ее пределами. Таким образом, это такой хороший инструмент для познания мира. На открытии «Планетария» авторы идеи показали, что даже простой ученик может не только смотреть на звезды, спроецированные на купол, но и сделать целую презентацию о них. Их расположение кажется беспорядочным, но человеку привлечь в небе знакомые ему предметы. Так Петр рассказал собравшимся ребятам о том, как были придуманы созвездия, о том, что со временем были точно определены их границы. Это произошло в 1922 году на Первой Генеральной Ассамблее Международного Астрономического Союза. Официально созвездий стало 88. Конечно, до этого древними астрономами была проделана огромная работа по определению различных созвездий. Так что считается, астрономия – это древнейшая из наук. Вообще, астрономия – это уникальная наука, у которой очень мощные межпредметные связи, где можно изучать не только астрономию, как физику, как математику, но и другие смежные дисциплины. Здесь большая связь и с историей, с географией, с литературой. И поэтому планетарий в школе может стать каким-то центром, вокруг которого может организовываться деятельность учеников, учителей, связанная с расширением кругозора. Возможно, теперь этот планетарий приведет к появлению необычных проектов, которые ученики смогут создать совместно с учителями. И, быть может, сейчас в этой школе учится будущий Гагарин, который впервые отправится за пределы Солнечной системы. И таких молодых ребят может стать больше. Главная задача этого мероприятия – показать, что, в принципе, любая школа может позволить себе получить вот такой уникальный инструмент для образования, для подготовки учеников. И если есть желающие и учителя, особенно родители, которые принимали активное участие в создании планетарий, если есть желание поставить для вашего ребенка в своей школе вот такой вот инструмент, такой планетарий, то мы можем подсказать, как это можно сделать, помочь настроить его, привести в рабочее состояние. Ну и главное – начать вот это общение между людьми, которое позволит более продуктивно осваивать такой вот инструмент, как планетарий. Открытие этого планетария стало возможным благодаря помощи специалистов по созданию купола, астрономов, учителей, учеников, которые принимали непосредственное участие в монтаже небесной сферы. Без всех этих людей невозможно было бы успеть запустить этот уникальный для нашего региона объект вовремя – ко дню космонавтики. Автор идеи подчеркнул, что все в наших руках. Анна Герцовская, телекомпания «Город». 12 апреля около моста через Трубиш произошло массовое ДТП. В аварию попали автобусы более 10 машин. На кадрах видно, как рейсовый автобус на высокой скорости врезался в несколько автомобилей, стоявших перед светофором. Данных о пострадавших нет, информация уточняется. На участке дороги от пересечения с Северной окружной до улицы Солнечной образовалась пробка. По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения транспорта на этом участке не превышает 10 км в час. Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура обязала региональной Минприроды поднять со дна водоемов остатки затонувших судов. Таких объектов обнаружено шесть – в Шиловском, Касимовском и Рязанском районах. То, что АК, как полная коробочка и снаружи, и внутри, было известно уже давно. Кладбище кораблей в местечке Борки мы уже рассказывали ранее. Тонно ржавеющего металлолома у старого порта – излюбленное место прогулок всевозможных диггеров. Понятно, что под водой остатков не меньше. После жала под инспекторов рыбоохраны природоохранная прокуратура твердо решила навести здесь порядок. Данные объекты обнаружены в местах миграции водных биоресурсов, которые создают угрозу именно непосредственно и для водных биоресурсов. Остатки барж, понтонных мостов находятся в коррозированном состоянии. На них присутствуют лакокрасочные покрытия, которые разрушаются со временем. То есть эти объекты являются источником загрязнения реки Ака. Итак, на региональное Минприроды судами возложена обязанность поднять и утилизировать пока что шесть фрагментов плавсредств. Их останки рыбинспекторы находили и в Шиловском, и в Касимовском, и в Рязанском районах. Еще один утопленник баржа в Рыбновском районе пока вне судебных предписаний для Минприроды. Но его тоже обязательно поднимут. Там был найден собственник. И собственник, в общем-то, тоже был, на него была возложена обязанность. Была возложена обязанность по решению Рыбновского районного суда по иску природоохранной прокуратуры поднять. Но не отходы, не остатки плавсредств, а, в общем-то, затонувшие, недавно затонувшие плавсредства, которые они признали и, соответственно, собственность за собой признали, будут поднимать. За свободным фарбатором на Оке наблюдает специальная структура – канал имени Москвы. Те самые шесть найденных ими фрагментов плавсредств судоходству пока не угрожают и официально считаются отходами, без собственников. Впрочем, суд их уже обозначил. За поднятие резкую переплавку отвечать будут чиновники из Минприроды. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Минувшие выходные не обошлись без аварий. Так, массовое ДТП в субботу, 10 апреля, на улице Гагарина устроил пьяный водитель. Он наехал на три припаркованных автомобиля. Подробности далее. Степень опьянения водителя, который устроил массовое ДТП на Гагарина, составила 1,289 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в 8 раз превышает допустимый уровень. Оперативно прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД немедленно отстранили лихача от управления автомобилем и доставили его на медицинское освидетельствование. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. За прошедшую пятницу и выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек получили травмы различной степень тяжести. В области произошло 81 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами ДПС ГИБДД выявлено более 3000 нарушений правил дорожного движения, в том числе 50 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Аварии в эти выходные обошлись без жертв, однако за медицинской помощью водителям и пассажирам пришлось обращаться. Так в воскресенье 11 апреля вечером на улице Шереметьевской Рязанка на Ауди А4 не справилась с управлением и совершила наезд на припаркованный ГАЗ-2790. После удара Ауди по инерции продолжила движение и совершила наезд на припаркованный автомобиль ГАЗ, а затем настоящий на нерегулируемой перекрестке автомобиль Сузуки. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 36-летний пассажирка Ауди получили травмы и были госпитализированы. В этот же день, 11 апреля, еще одна авария произошла в Рязанском районе на 211-м километре автодороги М5 Урал. Молодой человек, управляя грузовым автомобилем, ГАЗ-3302 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся в попутном направлении перед пешеходным переходом грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом. Водитель автомобиля ГАЗ получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Олеся Катрувская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова